добрый день итак я вчера рассказывала о том как я захотела сделать себе подарок и на 60 лет поездку в австралию как я получала визу и как я ее получила прямо практически в ту ночь когда предстоял мне вылет я уже честно говоря не надеялась на это все брони были гостиниц были отменены и так если посмотреть объективно с чем я осталась у меня полностью отсутствовал какой бы то ни было план на путешествие у меня не было никакой брони ни одного ни одной гостиницы кроме первых двух ночей и которые я вот забронировала после того как узнала что виза все-таки есть билет работает вот и я была в легком шоке несмотря на то что вообще для меня это обычная практика есть много людей которые готовятся к путешествиям которые все изучают которые однозначно прокладывает маршруты и строго придерживаются заранее покупают все билеты и вот очень тщательно к этому подходят вот к сожалению или к радости я совершенно не такой человек причем не только то что касается австралии в это в принципе мой в подход я всегда хочу все изучить на месте сама и как-то она всегда меня выводит на те места на тех людей с которыми мне надо встретиться и так я вылетела в седней не имея никаких брони как я сказала не имея плана путешествий и первую часть пути москва сингапур я проспала после такой нервотрепки я проспала пересадка была у меня в сингапуре она была не длительная где-то два-три часа и и а уже весь оставшийся путь от сингапура до седнея я думала чем же занять себя вот два предстоящих месяца выглядит наверное очень нереально но я хочу повторить я не рассказываю здесь как кому надо путешествовать или что делать или что не делать кроме того это опыта просто мой опыт шестилетней давности я уверена что сейчас в австралии совершенно все по-другому и в седне и в других городах его но вот со мной была такая история и размышляя над тем как как что я буду делать вдруг у меня мелькнула мысль она меня просто обожгла а что если взять в аренду машину это было странное состояние с одной стороны нет нет я не могу этого сделать во-первых там левостороннее движение руль справа я никогда не сидела не то что не и водила машину я даже никогда не сидела на в машине с с рулем справа как я буду могу это делать но что-то внутри меня говорила ты сделаешь это ты сделаешь это и когда я добралась до гостиницы я открыла карту и посмотрела что в какую сторону я вообще хочу ехать куда ехать где тут дороги вообще вот и я приняла решение что я направлюсь в аделаиду это решение было продиктовано тем что туда ехать в эту сторону как раз о большой great ocean road великая океанская дорога которая была построена после второй мировой войны и и утром я отправилась по улицам седнея искать такие фирмы которые сдают в аренду машины ну конечно я предварительно посмотрела честно сказать цены предварительно что мне это может стоить но я поняла что нет надо идти искать не не в интернете а надо идти искать пешком почему я решила так как я до этого додумалась первые таких контор там множество могу сказать просто великое множество я заходила в контору говорила что я хочу вот туда то туда ты мне говорили цену и я понимала что нет таким образом у меня денег не хватит на проживание там в течение двух месяцев вот и кроме этого мне но все фирмы требовали возвращение машины обратно сюда в гараж но я не собиралась из-за далаиды возвращаться в седнея тем более той же самой дорогой это же не очень интересно ну вот и в конечном итоге как часто бывает нас на на я нашла фирму которая согласилась в пол цены от того что обычно требовали дать мне машину и и забрать у меня ее водила и не потребовали за меня стоимости за возврат машина в седнея вот я чрезвычайно обрадовалась и уже как бы настроившись на то что я сейчас буду предпринимать такое путешествие для себя и определилась что я буду ехать двести пятьдесят триста километров в сутки что я ничего не буду бронировать заранее только следующая остановка только следующая остановка вот и то что я буду останавливаться только в хостелах и вот в таких квартирах где сдают или квартиру или комнату или даже койку я была согласна на это потому что посчитав свой бюджет я повторяюсь что Австралия это дорогая страна и вот как бы располагая той суммой я уже у меня начал началась выстраиваться моя реальность стала подстраиваться под то что я имею и то что я хочу таким образом я найдя эту фирму я ну был уже вечер и мы договорились что завтра я сниму эту машину и говорю хорошо завтра в восемь утра я у вас и сказали нет мои глаза округлились что такое оказывается люди завтра суббота мы работаем 12 с 12 дня я не могла дождаться когда я туда приду вернее когда я смогу взять эту машину когда я в 12 часов была первой посетительницей мне сказали ваши права не подходят они не международные я сказала как это как может быть права которые подходили в Соединенных Штатах Америки как они могут не подходить в Австралии знаете это было магические слова мне приняли эти права и мне выдали машину подойдя к машине я привычно подошла к машине с левой стороны это знаете как к лошади с какой стороны ты подходишь очень удивительно на меня смотрел тот человек который передавал мне ключи я спросила только два момента это обычно я спрашиваю когда я беру в аренду машину я спрашиваю два момента это как открывается люк для заправки машины бензином и как открывается багажник все остальное думаю как-нибудь я соображу и когда я наконец-таки уселась за руль у меня было только одно желание чтобы как можно скорее от меня отошел этот человек и я как-нибудь выехала бы отсюда мне только выехать отсюда вот и надо сказать с этого момента началось мое путешествие и оно длилось 25 дней то есть я арендовала машину на самый большой срок который мне могли в этот момент дать 25 дней и с курсом на Аделаиду вот собственно говоря начало путешествия пока 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 они Продолжение следует...